Приветствую всех дорогие друзья. В этом ролике как всегда собраны самые интересные новости железа, поэтому досмотрите его до конца и не забудьте прожать 125 ваттный лайк. И только с вашего позволения я начну с объема памяти видеокарт Intel. Cine в течение нескольких недель проводили игру где раздавали видеокарты Arc и теперь стало известно какие модели получат победители. Ожидаемо призами стали Arc A750 и A770. Однако интереснее всего не название моделей, а подробности о их характеристиках. Intel официально говорит, что A770 имеет на борту 16 Гб памяти, а A750 получила 8 Гб. Таким образом самая топовая карточка синих действительно предложит уровень около RTX 3060 Ti вместе с 16 Гб памяти. Стоимость видеокарт продолжает снижаться по всему миру, а особенно это заметно в Соединенных Штатах Америки. И пускай цены перестали быстро падать после пробития MSRP, но акции от производителей делают многие модели реально выгодными. Например, ритейлер New Egg предлагает купить RTX 3080 Ti в исполнении Ventus всего лишь за 900 долларов, хотя 10 дней назад за нее просили на 200 баксов больше. Другой же американский ритейлер сделал очень хорошее предложение на RTX 3090 в исполнении Trinity от Zotac, которая продается всего за 1000 долларов. Ресурс видеокарт предполагает, что чем ближе релиз видеокарт RTX 4000, тем больше дешевеют нынешние амперы. Ну а про забитые склады, думаю даже напоминать не стоит, так как именно они являются задержкой Ады Лавлейс. На прошлой неделе появился тест Core i7-13700K в Geekbench, но он был сделан на памяти DDR4. Теперь же камушек протестировали на DDR5, где 13700K демонстрирует прирост по многопотоку на 20%. Весьма любопытно, что переход на новую память почти никак не сказался на однопоточной производительности. Причем точно так же реагирует и 13600K, но там прибавка по многопотоку составила 11%. И стоит отметить, что в тестах использовались не самые быстрые планки памяти, поэтому логично предположить, что прирост от памяти в обоих случаях может быть и больше. Но до Raptor Lake еще все-таки пара месяцев, а прямо сейчас на Алике можно выгодно взять Ryzen 5 600 за 10 500 рублей. Это просто отличный процессор за такую цену, который можно поставить в недорогой чипсет B450. И например, вы можете взять на том же Алике бэушную Mortar Max или поискать ее где-то на Авито. Сейчас такая плата стоит около 5000 рублей и предлагает хороший питальник с возможностью прошивки биоса без процессора. А ссылочки на 5600 и Mortar Max я как всегда оставил в описании под роликом. Компания Esrock, относительно недавно вышедшая на рынок видеокарт, готова открыть для себя новое направление, представив мониторы в Phantom Gaming. На рынке видеокарт Esrock является партнером AMD, так что нет ничего удивительного в том, что мониторы будут поддерживать технологию FreeSync. На рынке моников Esrock дебютирует с двумя моделями, которые уже представлены в базах DisplayPort.org и Consumer.go. Топовая модель будет с панелью VA диагональю 34 дюйма и разрешением 3440 на 1440 пикселей, а вторая уже предложит IPS диагональю 27 дюймов с разрешением Full HD. К тому же в обоих случаях будет поддерживаться кадровая частота 165 Гц при подключении по дисплей порту. Компания Silverstone выпустила карту расширения SST ECM28 с интерфейсом PCI-Express, которая оснащена двумя разъемами для установки M.2. Новинка может приглянуться владельцам старых материнских плат или тем, кто просто хотел бы добавить дополнительные слоты M.2 в свою систему. Такая карта расширения двухсторонняя и с одной стороны она оснащена разъемом M.2 с M ключом для NVMe, а на другой стороне находится M.2 с B ключом, предназначенный для твердотельного накопителя SATA. Причем для подключения второго SSD необходимо будет подключить переходник к разъему SATA материнской платы. На самом деле это не первое подобное решение на рынке, но модель Silverstone имеет очень компактные размеры и использует всего четыре линии PCI-Express. Компания Google подтвердила факт увольнения старшего инженера-программиста Блейка Леймана, заявившего, что чатбот с искусственным интеллектом Лямбда обладает самосознанием. Напомню, что этот программист в открытую заявил, что в лабораториях Гугла появился ИИ, который имел сознание. За это его изначально отправили в бесплатный отпуск, но теперь все-таки решили уволить. Google заявила, что Лейман нарушил политику компании и считает его утверждения по поводу Лямбды совершенно необоснованными. Представитель Гугла сказал журналистам, мол прискорбно, что несмотря на длительное обсуждение этой темы, Блейк по-прежнему предпочитает настойчиво нарушать вполне ясную политику компании. Речь тут идет про области занятости и обеспечения безопасности данных, которые включают необходимость защиты информации о продуктах. Как сообщает коммерсант, все больше ноутбуков и клавиатур поставляются в РФ без российской раскладки из-за параллельного импорта. Прогнозируется, что к концу этого года доля таких устройств достигнет 10%. Сейчас сервисы, которые наносят гравировки на клавиатуры, уже говорят о резком увеличении спроса. Причем гравировка может нарушить не только товарный вид, но и условия гарантии. Стоимость гравировки в среднем составляет полторы-две тысячи рублей, однако на некоторых устройствах придется полностью вынимать клавиатуру. Это как раз таки и может привести к прекращению гарантийного обязательства от производителя. Но с другой же стороны, если гравировку официально наносит продавец, то по идее на гарантию это никак не повлияет, ведь ее по параллельному импорту дает именно продавец. Несмотря на то, что портативная приставка Steam Deck официально в Россию не поставляется, ее свободно можно купить на авито. Правда, раньше это могли сделать только очень состоятельные люди, так как в марте за нее просили около полумиллиона рублей. Сейчас же Steam Deck на 64 ГБ памяти продается на авито по цене от 55 до 70 тысяч рублей. Вариант на 256 гигов предлагается в среднем за 80 тысяч, а версия на 512 продается за 110. Перекупщики на авито отмечают, что завозят консоль в Россию из США и стран Европы, где минимальная цена составляет от 400 до 500 баксов. То есть наценка на консоль минимум составляет 1020 рублей, но все же это не те сумасшедшие мартовские цифры. В своей обычной манере генеральный директор Aya Neo представил пятичасовую информацию о предстоящих продуктах Aya Neo Air и Aya Neo 2. Компания подтвердила, что Aya Neo Air со вчерашнего дня отправилась обзорщикам и их не смутило, что вчера было воскресенье. Модель Air представляет собой компактную консоль с OLED-экраном и процессором Ryzen 5000. Но куда интереснее свежая информация про Aya Neo 2, которая будет построена на Ryzen 6000 с графикой RDNA 2. Официально такая приставка выйдет в конце сентября, а массовые отгрузки запланированы на октябрь. В основе Aya Neo 2 лежит процессор Ryzen 7 6800U с обновленной архитектурой Zen 3 Plus и 12 блоками RDNA 2. Если что, это на 50 % больше, чем есть у Steam Deck, и это будет первая консоль компании с подобным чипом. По словам Aya Neo, это устройство будет на Windows и предложит безрамочный экран, или правильнее сказать очень тонкие рамки. Aya Neo 2 будет оснащена IPS-дисплеем с разрешением Full HD, тогда как в оригинале было только 720p. При этом вторая версия не является флагманским устройством, так как уже планируется Aya Neo Next 2, которая получит сенсорные панели, как у Steam Deck. Вот только что будет в основе Next 2 нам так и не сказали, и ведь еще более производительной встройки по сути и нету. В любом же случае Aya Neo 2 должна вывести графику портативных консолей на новый уровень, ведь 6800U реально очень неплох. Ну а появление такого девайса по идее не должно быть без ответа со стороны Valve, поэтому логично предположить, что в будущем будет Steam Deck 2. Фанатский портал WoWhead обратил внимание, что в конфигурации лаунчера Battle.net появились упоминания о бета-тесте Diablo 4. Скачать связанные с предстоящими испытаниями файлы система пока не позволяет, однако Blizzard однозначно начала подготовку программы запуска к будущей бете. До того как стать Diablo 4, игра проходила в Blizzard под кодовым названием Fenris, и таких упоминаний в лаунчере нашли целую кучу. Сама четвертая Diablo должна выйти в следующем году, а бета ожидается не раньше 10 сентября. Предрегистрация на тестирование Diablo 4 открылась в июне за несколько часов до презентации игры на Xbox and Bethesda Games Showcase, и также Blizzard раздает ранний доступ к бете участникам акции Diablo Hells Inc. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали прожатым лайком. Также отдельное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал подпиской на бусти, переводами на карту или через спонсорство на ютуб. До скорого, друзья!